Меткость, дисциплина, талант. Чемпионат мира по практической стрельбе объединит более тысячи лучших спортсменов из 50 стран. Соревнования стартуют в Сочи весной 2021 года. В преддверии масштабного события в городе торжественно открыли первую и, самое главное, бесплатную секцию по этой дисциплине. Право первого выстрела спортсмены предоставили заместителю главы Сочи Анатолию Луцику. Практическая стрельба – это уже 80-й вид спорта, ставший доступным для сочинцев. Его главная особенность – разнообразие упражнений. Также здесь учитывается не только меткость, но и скорость попадания пули в мишень. Мастерам практической стрельбы необходимо владеть тремя видами боевого оружия – пистолетом, ружьем и карабином. Пугающий на первый взгляд набор, однако этот спорт официально признан одним из самых безопасных в мире. За почти 60 лет проведения соревнований по практической стрельбе по всему миру, в которых приняли участие сотни тысяч спортсменов, миллиарды патронов были расстреляны за это время, не произошло ни одного несчастного случая по причине неосторожного обращения снаружи на соревнования по практической стрельбе, и это известный факт. Этот 19-летний юноша – мастер спорта по стрельбе из пневматики. Практическая стрельба для него – дело новое. Тем не менее, парень уверенно взял в руки непривычное для него оружие и показал собравшимся мастер-класс. Раз я пошел в тир на ривьере и выбил все баночки, мне дали приз, и после этого родители меня отвели в секцию пулевой стрельбы, и потихоньку я начал стрелять. Стрельба очень тренирует в однокровии, координацию движений, то есть я более спокойно стал, усидчивый, могу монотонную работу много делать. К соревнованиям по практической стрельбе допускаются спортсмены, достигшие 11 лет. Однако тренироваться можно и с более раннего возраста, отмечают специалисты. Пистолеты для маленьких стрелков абсолютно безопасны и скорее напоминают игрушку, нежели оружие. Тем не менее, с первого занятия юным спортсменам прививается дисциплина. Российская федерация, которую возглавляют настоящие профессионалы, которые болеют этим видом спорта, эти люди сделали все для того, чтобы этот вид спорта в городе Сочи состоялся. А именно, сегодня мы торжественно открываем первый стрелковый клуб. Желающих будет гораздо больше, чем на сегодняшний день возможности нашего города. И благодаря этому мы с Нового года открываем муниципальную школу. Пока регулярно в секции занимаются семь сочинских ребят. По мнению тренеров, за год число спортсменов должно вырасти минимум до 200. Накануне представители Всероссийской федерации пулевой стрельбы посетили ряд городских школ. Необычным видом спорта заинтересовались более 700 учащихся. Я уверена, что дети будут записываться, будут тренироваться. Мы приложим к тому, чтобы сюда приезжали спортсмены, показывали, делились с ними мастерством, чтобы сюда приезжали лучшие тренеры. Возможно, здесь будут проведены сборы в какой-то момент времени. Я очень надеюсь, что те дети, которые сейчас начнут тренироваться, возможно, смогут быть отобраны в национальную сборную и представить Россию на чемпионате мира. По словам руководителя дирекции чемпионата мира Анастасии Черненко, в ближайшее время секции по практической стрельбе должны открыться во всех районах города.